Всем привет! Есть такая проблема. Лейка вроде бы работает, но очень плохо. А вода бежит из всего шланга, который вот есть. Например, вот так. Вот. Со шланга бежит вода. С лейки еле-еле бежит вода. Практически не бежит. В основном бежит со шланга. Со всего шланга бежит. Как решить эту проблему? Нужно понять, что это не этот шланг железный у нас течет, а тот, который находится внутри. Для этого нам нужно снять лейку. Может быть, будет сложно снимать в первый раз эту гайку. Она пластмассовая, но если у вас откручивается очень туго, то ни в коем случае нельзя сильно зажимать плоскогубцами и пытаться выкручивать. Потому что это может быть пластмассовая, вот как у меня. У меня она пластмассовая. Поэтому может просто лопнуть. Для того, чтобы снять, можно уксус положить и она немножечко камень этот отойдет и можно будет его выкрутить. Вот мы сняли этот шланг и теперь вот видно здесь идет еще один шланг внутри этого шланга. Для начала нам нужно вот эту часть выковырнуть. Вот я поддел между железкой и пластмасской и потихонечку вот так вот отверточкой оно вытягивается. Видите, у нас еще один шланг, который, к сожалению, лопнул. Остаток остался внутри этого шланга. Вытянуть, наверное, не смогу я, не получится. Ну вот он там, его видно белый шланг. Очень хорошо его видно. И вот шланг у нас этот порванный. Вот он. Вот шланг лопнул от старости, некачественности. Да мало ли от чего он может лопнуть. Он идет у нас внутри этого шланга железного шланга. Что можно сделать? Можно вот этот старый взять вытянуть. Он, видите, лопается. Одеть сюда и продолжить дальше использовать. Но желательно, конечно, лучше купить вот этот новый на базаре. Он продается в сантехническом отделе. И вот так выглядит наш шланг белого цвета, который вставляется вовнутрь вот этого шланга. В сантехнических магазинах можете так и найти его. Он будет белый в основном. Но для того, чтобы поменять, нам нужно полностью шланг снять со смесителя, то есть с двух сторон снять его. Точно так же мы вытягиваем шланг, который находится с другой стороны с помощью отвертки. Вот так вот он выходит. Теперь у нас этот шланг полностью находится без пластмассового шланга внутри. Без этого. После того, как мы выкинули старый белый шланг, нам нужно теперь вставить белый шланг металлический. То есть один край мы закрываем такой заглушкой специально. Второй просовываем в этот шланг металлический. Просто просовываем. Вот мы просунули его до конца. Здесь нужно приложить усилие, чтобы вдавить его туда. Ну, примерно так. Может потом под давлением кольца оно затянется. А теперь нам нужно с этой стороны, вот мы вытянули, с этой стоит заглушка уже. Теперь с этой стороны нужно тоже поставить такую заглушку. И зафиксировать туда шланг. Всё. Теперь можно идти накручивать на смеситель и на лейку. После замены шланга внутри белого проверяем, как будет работать. Включаем воду. Видно, что напор идёт только с лейки. А здесь всё сухое. Ну, это руки мокрые просто. А так всё сухое. То есть со шланга уже ничего не течёт. Всё течёт с лейки.